здравствуйте друзья сегодня у нас пойдет речь опять про деревянную химию если так можно сказать значит очередной раствор вот такой вот так выглядит значит что это такое я поближе покажу значит это обыкновенный столовый уксус в который было покрошено кнопки канцелярские скрепки гвоздики мелкие там гнутые всякие то есть просто очень меньше вы там найдете металлические какие-то штучки тем она быстрее к войдет в реакцию ржавеет я не знаю что за реакция происходит но в итоге получается в том какое-то буквально некое чудо значит настояться такой раствор должен чем больше тем лучше две недели это достаточно я это сделал заведомо то есть я этот результат знаю я знаю что получается получается то что дуб именно дуб это касательно дуба он начинает проявлять свои дубильные вещества в общем он окрашивается в такой очень красивый черный цвет черный с таким фиолетовым оттенком похоже на крыло ворона что-то вот такое вот сейчас я возьму какую-нибудь дубовую заготовочку деревяшечку я ее шлифану потому что на не шлифованном будет некрасиво будет видно все полосы от станка то есть ну такое но сказать что это морилка нет это не морилка этой штукой можно шпон дубовый пропитать насквозь он будет насквозь черный его можно применять в инфрустации или допустим ну не знаю там фигуры шахматные вы сделали вот сделали белый белые кленовые гробовые да черные фигуры сделали дубовые таким раствором покрасить это поверьте ваши фигуры будут именно черные это будет контраст белый черный но сейчас давайте возьмем заготовочку и я вам покажу как это все происходит я взял брусок это дуб фанированный дубом с одной стороны ламель двухмиллиметровая с другой стороны ламель почему так получилось брусок видно был не совсем чистый изделие должно было быть чистым но я бы запанировал двух сторон ламелью это остаток сейчас мы шлифнем его и посмотрим как ламель себя показывает как показывает сам сейчас я сделаю такой тампон себе стряпочки ну можно кисточкой я буду тампоном наносить свой волшебный состав и покрывать впоследствии буду часть ну половину покрою тем воском что я варил а половину лаком ну посмотрим что будет получаться ну момент истины простая бесцветная жидкость ныти что происходит сейчас на ваших глазах произойдет некое чудо но как по мне так это чудо так и другую сторону которая не ламель а но как бы мясо само мясо ну все дадим время высохнуть она должна высохнуть она поменяет цвет но будем наблюдать за этим вот ребята она высохла и по цвету не отличается не от ну то есть ламель от самого дуба не отличается но это принципе было и так понятно сейчас мы одну сторону покроем тем самым масло воском который был сварен а другую сторону покроем нейтролаком чтобы посмотреть на но какой эффект как бы понимаете это все в любом случае это все эксперимент все эти эксперименты слаживаются потом в один большой как бы опыт когда у меня спросит следующий раз ты когда-нибудь пробовал мол вот такой метод покрытия скажу да пробовал до пробовал и вот такой вот результат то есть я не буду заводиться с пистолетом потому что ну бы вы меня понимаете меня интересует в основном как он поменяет цвет и ну опять все ради того самого драгоценного опыта все дадим высохнуть вот высохли обе стороны лежала на солнышке чтобы наше масло полимеризовалась ну сказать по-честному мне больше нравится все таки масло не знаю пахнет кучу или как и вроде как не знаю на ощупь приятнее ну сладком понятное дело можно добиться результата любого какой какой вам требуется там залить может залить пору что даже не будет видно что это все дерево по цвету по цвету сказать что мы идеально черное нет оно похоже на на венге есть какой-то оттенок венге как-то вот на солнечном цвету вроде как не знаю такие прожилочки коричневатые но очень красиво дело в том что экономический эффект это конечно безусловно уксус стоит дешевле чем любая морилка даже самая дешевая уксус 9 процентный обычный столовый уксус расход ну сами понимаете мажете да и мажете небольшой так что смотрите берите на вооружение кто обладает своими какими-то рецептами хитростями пишите нет все это очень интересно по сей день на все это интересно и я еще раз повторю я продолжаю сам учиться в этом деле невозможно научиться вообще всему все равно такие как говорят учись учись все равно ты руком помрешь да кстати вот мой этот органайзер то что я показывал он покрыт масло воском очень приятная новую поверхность и но надо не только красиво и приятно она защищена от внешних воздействий но вот так вот он сейчас выглядит сейчас еще появится скоро здесь появятся кармашки но он со временем будет видоизменяться так что давайте делитесь секретами я с вами делюсь вы со мной делитесь тоже ну на этом все до свидания до новых встреч а